Качество питания ивановских школьников оценила депутат Ивановской городской думы Татьяна Гестер. Она посмотрела, как организованы обеды в лицее номер 33. На питание учеников с 1 по 4 класс из областного бюджета выделяют денежные средства в размере 20 рублей в день. Еще 25 рублей на обед добавляют родители. Горячую еду получают все ученики начальной школы. Повара стараются угодить и даже принимают пожелания. Мы им накрываем, готовим то, что они любят. Готовим даже блюда по заказу. Например, сегодня 2 класса у нас заказали жаркое в горшочках и салатик. Все мы им сделали. Так, и вот пятые классы, они у нас все полностью, 100% деток питаются организованно. Меню для учеников различных классов особенное. Старшеклассники питаются не так, как малыши. Им уже не варят кашу, предпочтение отдается мясным блюдам. Но и тем и другим предлагается только здоровое питание. Однако, несмотря на это, Татьяна Гестер отметила, что во всех 13 школах, которые были проверены, оказалось, что дети очень часто оставляют обед недоеденным. Те, кто работаем с детьми, мы должны быть заинтересованы работать все-таки на желудок ребенка, на то, чтобы ребенок получал эту качественную пищу, а не для того, чтобы дети несли сплошь и выбрасывали все в помойное ведро. Пищу готовят не для собак, не для животных, а именно для детей. Причин, по которым дети оставляют еду, по словам Гестер, несколько. Большую роль играет то, приучили ли родители съедать обед полностью. Немаловажные качества продуктов питания. В итоге проверок вопросов к руководству школьных столовых у депутатов оказалось намного меньше, чем к поставщикам продуктов питания. Любовь Пощарникова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.